Идем дальше. Квадратура круга. Квадрат, конечно, сначала зрительная идея. Недаром из слепоглухонемые, а точнее слепоглухие. Как мне рассказывал философ Ильенков, при поставленном им действии на вопрос о любимой форме, чем он заметил вопрос о любимом цвете, для них невозможный, ответили Шар, объяснив, что это самая безопасная фигура, безобидная, а несовершенная, как и Эллинов. И Квадрат, объяснив, что все предметы, комната, стол, шкаф и т.д. Квадрат, основная фигура труда, социального быта, образуется из прямых правых линий. И квадратом общество раздит природу и ее мерки своими заменяет. Криволинейное слово и земледелие городом индустрии, где царство прямых углов. И образ социально-правительственного человека отмечен квадратной челюстью. Проблема квадратуры круга в проблеме адекватного перевода материи в дух. Природы в общество, естества в искусство. Что без остатка одно заменить другим. Или чтобы из частей в состоянии двоицы расколотого бытия собрать целое. Такой же стык, как и исчисление бесконечно малых. Когда... Так, ну это замечание к предыдущей главе. Которое в яйце, а яйцо за роды жизни. Вот и вышли одноместные они. Смерть и рождение. То есть яйцо это символ жизни. Игла это как раз то, что помогает кощею жить. Но если ее сломать, будет символ смерти. И еще яйцо женское, а кощей закоренело мужской дух. И ему погибель в материи. В материи. И то, что на самце природа расположила и яйца, то залог материи, ее клеймо, что он ее муж ей. И будет возвращен. Однако, может и так. Яйцо, шарф, образ целого и есть вне полости. До двоицы общее достояние полов. И потому переносно. Шарф целое, без углов, острый. Углы избытки. Осколки, выступы и бездны возникают при расколе единого на хаос. И образуют сферу для деятельности двоицы в эросе, собирающей мир вновь в третье состояние, космос. При двоице мир опасен. Хаос. Углы, разящие и бездны грехопадения. Поэтому для слепоглухонемых детей шар райская фигура. Друг грехопаденное яблоко. И так, вернемся к нашим баранам. Но здесь другом. О соотношении квадрата как фигуры и квадрата как числа. Сначала дан в опыте зрительный образ квадрат. И его труднее перевести в отвлеченное а в квадрате. Им заменить на то ушли тысячелетия. А уж когда трудность нарастает обратно, как а в квадрате перевести в квадрат, задачи с квадратными уравнениями легче, естественно, было понять при решении зрительным путем. Практически. Но это громоздка рисовать, отмеривать, неточности возникают. Если на число перевести и предварительно решить все промежуточные стадии в себе, на территории числа в своем желудке. Кишка, где переварить и выдать уже готовую одетую форму, минуя разочарование внутренностей. Это легче в производственном отношении. Рудно ведь обходить все поле и делить его много раз пополам, чтобы ограничить его одну шестнадцатую часть и выделить кому. Но такая процедура понятнее. Делят площадь пополам один раз плюс один плюс один плюс один, то есть четыре раза пополам. А переводя на числа, выглядит она вторая в четвертой степени, что равно одной шестнадцатой. Это легче вычислить, ибо не громоздка, но труднее понятие представить. И вот главный сюжет математики. Процесс механической вытраты операций, вычислений, чего потребовали производства техника, происходит за счет регресса понимания и представления того, что собственно делается и происходит, за счет увеличения неведения, что творим. Хотя тут развивается и способность понимания, минуя представление. Ведь разные вещи представить и понять. Представить, поставить перед собой нечто трудовым усилием духа, то есть сотворить, выступить сотворцом, выродить из себя форму, пусть вторичную, духовную, образ вещей. Понять только внять, взять нечто, поместить внутрь себя, минуя посредничество формы и образа, ничего наружу себя не выводя, не сотворяя. Здесь прямо путь из глубины целого в глубину мою. А они там сами, глубины, разберутся, могут взаимно понять друг друга внутреннее сердце мое и сосредоточат центр бытия. Так что понимание без представления – это от сердца, центра целого к сердцу индивида. Давайте разберем, что нам Гачев сегодня рассказал. Да, он обращается вновь к метафоре квадрата, раз квадрат, два круга, и шара, ну да, на точке круга, где квадрат – это что-то такое урбанистическое, то, что связано с трудом, то, что связано, вот, сразу вспоминается лозунг «Quadratisch praktisch gut» немецкий, и вот как раз немцы очень в этом плане практичны. Практичный вот квадрат – это очень практичная фигура, но не природная. Неприродная природа – это больше круг, больше даже какая-то несимметричная фигура. Идеальных кругов в природе, как мы знаем, не бывает. Это некая абстракция, но она все-таки ближе к природе. Солнце, хоровод, и так далее. Ну, хоровод – это тоже солнце, блины – тоже солнце, и так далее. Больше в степени связаны с солнцем, я думаю. Вот, и Гачев сравнивает не только с практической деятельностью, но и со структурой, с херархией, социально-правительственной человек, квадратная челюсть. А квадратура круга воспринимается как оксимрон наш, что-то несовместимое в нашем понимании. И вот поэтому раскол от работе я двоицы. И Гачев говорил, что легче квадрат воспринять как а в квадрате, чем а в квадрате воспринять как символ квадрата. и про то, что представить математическую формулу, математическое выражение сложнее, чем решить. Ну, дольше, дольше, по крайней мере. То есть мы рисуем квадрат и делим на 16 частей. Ну, вначале на один делим, потом еще выбираем один какой-то объект, и делим на еще, на еще пополам, еще пополам, еще пополам, и в итоге получается 1,16. В принципе... Да, и про саму этимологию он очень четко говорит. И представить, то есть это поставить перед собой, дословно, усилием духа. То есть проделать какую-то внутреннюю работу. Понять тоже внутренняя работа, но это больше провзять. И, кстати, на немецком тоже вот взять, схватить. Понять это внять, взять. Поместить внутрь. Ну, и одно слово иметь. Да. И тут уже понимание идет внутреннее. Представление идет, но как бы тоже внутреннее, но все-таки связано с образом. А тут уже связано с понятием, понимание связано с понятием. То есть со словом, с идеей, с мыслью. Представление связано с образом. Поэтому образы, они легче представляются. Ну, изначально, изначально у людей так все-таки наглядно-образное мышление, вернее, наглядно-действенное мышление, потом наглядно-образное мышление, а потом уже логическое мышление развивается. И абстрактное, как самая высокая степень мышления. Ну, и там уровни абстракции могут быть пятиэтажные, в математике особенно. Ну, и в философии тоже. Вот. Задавайте свои вопросы, что непонятно, что получше объяснить, что уже и так понятно. Ну, и какие вещи в математике вы хотели бы изучать еще. И, в принципе, вообще, как вы с математикой дружите, нет? Что хотите понимать? Продолжение следует...